Все понимают, что перспективы европейской интеграции Республики Молдовы еще меньше, чем строительство космодрома в Республике Молдовы. Если мы и дальше будем идти в смыслах Запада, мы обречены на поражение. Мы уже видели победу в Великой Отечественной войне. Мы как бы победили, а в 1991 году мы проиграли то, что нам оставили наши деды. В мировом ВВП Европейского Союза по паритету покупательной способности 29,3%, а БРИКСа 37,4%. Теперь мы просто делаем вывод, за кем перспектива. Есть запрос на личность и есть полное отсутствие предложения личности. Вот почему присутствие Путина и Лукашенко является абсолютно логичным. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сергей, прошли президентские выборы в Молдове, но помимо президентских выборов, и это многие называют более важным вопросом, народ проголосовал на референдуме за евроинтеграцию либо против евроинтеграции, но результат уже известен. В президентском противостоянии это будет второй тур с действующим президентом Марией Сандо. О ваших прогнозах еще спрошу, конечно, но самый главный вопрос, как вот многие говорили и говорят, был как раз вот вопрос референдума. Победили вроде как люди, которые за евроинтеграцию, но с каким-то минимальным перевесом. И, в общем-то, многие пишут о том, что общество, оно вот 50-50 разделено. Так ли это на самом деле в жизни, как на бумаге? Возможно ли риски какого-то гражданского противостояния в стране? Если позволите, как человек, который живет в Молдове, ну, большую часть времени, я бы перефразировал таким образом. Молдова проиграла, выиграл Юсаид и Ми-6. Вот это было бы, наверное, наиболее точно сказано. Кто выиграл? Выгода приобретателей этого – те, кто будут использовать Республику Молдову в геополитических больших торгах, которые начнут потихоньку-потихоньку приближаться и материализовываться после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Как мы знаем, главные игроки глобального Запада – это всегда спецслужбы, которые готовят почву для таких геополитических серьезных переговоров. Но не секрет, что мы уже говорили в прошлом интервью, что количество визитов директора Мишель и Ричарда Мура за ранние два года превысило все визиты директоров МИ-6 за 33 года независимости Республики Молдова. Что касается одного из подразделений спецслужбы ЦРУ, то есть Юсаид, который не является никакой организацией помощи и сотрудничества, является абсолютно завуалированным агентом влияния, причем надо отдать им должность одними из самых эффективных в мире, которые умеют манипулировать общественным сознанием, используют и мягкую, и жесткую силу, и умную силу. Это все-таки Юсаид. Поэтому в данном случае по референдуму они продолжают удерживать Молдову в зоне своего влияния, в зоне влияния глобального Запада. Молдова, как таковая, в среднесрочной, долгосрочной перспективе им не нужна. Молдова – это вопрос ближайшего. А в будущем по завершению конфликта на Украине и по переговорам о зонах влияния в Восточной Европе, в Балканском регионе и так далее, Молдову будет разминой монеты. Это одна из пешек, которая будет участвовать в этой большой игре. Не более того. Поэтому касательно общества. Понимаете, в чем проблема? Народ в Молдове есть, а нация так и не сформировалась. Идентичность так и не сформировалась. Поэтому говорить о том, что есть какое-то разделение, да, оно есть, но оно на уровне абсолютного примитивизма. Свой – чужой. Это не борьба смыслом. Это не борьба политик. Это борьба, кто, что, кому смог навязать. И, соответственно, люди не отстаивают свое зрение, а отстаивают ту или иную точку пропаганды, сторонником которой они являются. И поэтому это весьма своя... Это, кстати, очень интересная позиция с белорусской оппозицией. Вам это будет проще. Ведь если внимательно посмотреть, все их лозунги разработаны примерно там же, где и лозунги молдавских проевропейцев. Один центр разработки нарративов, который вкладывается в голову не очень образованных и зачастую сонных больших интеллектуальных способностей людей, которые просто кидают нарратив. Лозунги. Без каких-то аргументов, без каких-то смыслов, без какого-то завтра. Вот ты, ну, Тарасим, да? Вот все, кто думают так, они враги. А почему? Почему они враги? В чем их ошибка? Никто же не объясняет. Люди выходят на баррикады только в том случае, когда они знают за что. Я, во-первых, абсолютно противник таких силовых противостояний в обществе, потому что любая даже неудачная попытка революции откатывает страну на 20-30 лет назад. Я все-таки сторонник мягких поступательного развития страны с ошибками, с болями, но тем не менее. Поэтому нет у нас базиса и базы для того, чтобы сосед пошел на соседа. Хотя вчера произошла ситуация, когда пропагандисты одной из молдавских партий стали нападать на людей, исходя из их национальной идентичности. У меня появилась ситуация, это же 2014 года на Украине. Да, мы все помним, что если ты не стиль в Украину, значит, ты человек второго сорта. Наши дети будут учиться в школах, а их будут сидеть в подвалах. И так далее, и тому подобное. Вот вчера, и парадоксально даже не то, что это произошло, а то, что это абсолютно безнаказанно происходит, а то, что на одного из кандидатов президенты напали, исходя из того, что он не является молдавской национальности, а является гагалузом. Будем называть вещи своими именами. И парадокс в том, что это подтверждает мою гипотезу о том, что прозападная партия власти обладает мандатом на беспредел абсолютно. Когда-то я вспоминал, когда Геббельса спросили, как они умудрились немецкий народ принять, немецкий народ все это принял, всю эту мерзость в виде нацистской идеологии. Он сказал, что это вообще-то природа человеческой сущности. Это можно реализовать в государственном устройстве, в демократии, в монархии, в социалистической системе, в коммунистической. Все, что нужно сделать правительству, это всего лишь внушить чувство страха людям. И тогда они из людей превращаются в врагов. Вот, на мой взгляд, именно вот эти процессы сейчас происходят в республике Молдова. Их запихивают, их пытаются вложить в голову чувство страха. Если вы не делаете это, то тогда произойдет абсолютно мифические какие-то там атака России на Молдову или еще какой-то бред. То есть все нужно понимать, что очень хорошо сформулированная программа превращения остатков людей на этой стране с полных рабов, которые не грижут исключительно чувство страха. Мы знаем, что любая эмоция, особенно страха, ненависти и так далее, это выключатель, который выключает логику сознания, мозг человека, и он начинает действовать иррационально. Ну, так-то да. Но вопрос тогда, чего бояться? Вот если уже вы затронули Украину, то как раз-таки именно, помните, тема евроинтеграции стала таким триггером для очень, как потом оказалось, трагических последствий. И сейчас они продолжаются. Ну, там немножко по-другому вопрос звучал, конечно. Там уже стоял вопрос о подписании ассоциации с Евросоюзом. Люди, тут очень важный момент, который зачастую журналисты, вот вы всегда в теме, а много журналистов не ознакомливаются с материалом. И будет заблуждение общества в своих странах. Вопрос в Молдове стоял. Не вы за европейскую интеграцию, или вы против? Он стоял намного более цинично. Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию для присоединения Республики Молдовы к Европейскому Союзу? То есть практически это заканивание любых изменений в Конституции, под прикрытием так называемой европейской интеграции. Тут намного глубже вопрос. Это тоже хотел у вас спросить, потому что формулировка такая, очень на самом деле иезуическая, если хотите. То есть внесение изменений. А какие изменения? Как они должны вноситься? В каком объеме? Об этом речи не идет. То есть вроде как вы за или нет, а дальше если вы за, ну тогда мы уже пошли по полной. Так получается. Ну да, мандат на беспредел. Просто все понимают, что перспективы европейской интеграции Республики Молдовы еще меньше, чем строительство космодрома в Республике Молдовы. То есть этой перспективы нет априори. И это говорит не Сергей Баналь, это говорит Питер Сиярте, министр иностранных дел Венгрии, который председательствует в Европейском Союзе, где он на встрече с министром иностранных дел Молдовы под камеры, под запись сказал, что я бы на вашем месте не был бы таким воодушевленным, поскольку я, в отличие от вас, остаюсь на встрече с министрами и главами стран Европейского Союза, когда камеры выключаются и журналисты выходят, большинство из которых является либо абсолютными противниками расширения Европейского Союза, абсолютными, еще раз говорю, либо считают, что в ближайшие 10 лет эти перспективы нереализуемы. Таким образом, мы обсуждаем, что? Вот куда мы идем? А у меня простой вопрос. Лично я считаю, что Европейский Союз со вторым мандатом Урсулы фон дер Ляйен начал свою... Вот мне второй мандат Урсулы фон дер Ляйен очень сильно напоминает избрание Горбачева на посту президента Советского Союза. То есть это было начало конца. Вот Урсула фон дер Ляйен забыла, что отцы-основатели Европейского Союза, даже если он назывался Европейским экономическим сообществом, Деголь и Аденауэр, они его создавали как объединение, которое должно препятствовать войнам на Европейском континенте. То есть система держки противопедцев, сконцентрированная на социальном и экономическом развитии континента Европы. С чем пришла Урсула фон дер Ляйен на свою вторую каденцию? Она собирается создавать Европейский военный блок и участвовать, соответственно, быть частью конфликта. То есть то, откуда пытались вытянуть Европу ОЦ-основатель? Урсула фон дер Ляйен на голубом глазу с трибуны Европейского парламента, она им говорит, что нет. Мы начинаем входить в новую ситуацию, когда Европа не обладает ни ВПК, ни армией, по большому счету. Давайте будем серьезно, что такое французская армия? Все знают, что она где-то есть, но ее никто не ведет. Что такое бундесвер немецкий? Все знают, что она где-то есть, но кроме слезных статей о разрухах, развалах и нехватке техники, потому что вся техника ушла на Украину и там превратилась в металлолом, мы не знаем. Про восточные европейские страны я даже не буду ничего говорить. Про страны Греции, Испания, Италия и Португалия тут надо просто умолчить. Ну и мощность европейской армии мы видим в противостоянии с Йеменом, маленькой такой страной в Красном море, которая смогла аннулировать практически огромную долю мировой торговли. Одновременно с этим мы видим БРИКС. Мы видим, что все средства массовой информации в мире прикованы к новой альтернативе. Впервые, наверное. Вот о БРИКС. Путин озвучил же, что превзошли уже G7. И не меркнут ли на этом фоне вот эти все европейские дела? Давайте для наших слушателей, чтобы было интересно, сделаем такой мини-ликбез. Что такое БРИКС и что такое G7, допустим, где основа это вот те страны. В 1992 году доля Европейского Союза в валовом внутреннем мировом ВВП по ППС по паритету покупательной способности была 45,5%. Страны, которые создали основу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и, соответственно, Южная Африка, их доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности была на уровне 16,5-16,7. Если не цепляться к сотым и к десятым, грубо говоря, Европейский Союз превышал, его доля в мировом ВВП была в три раза больше, чем стран основоположниц БРИКСа. Теперь мы перемещаемся в 2023 год. Доля в мировом ВВП Европейского Союза по паритету покупательной способности 29,3%, а БРИКСа 37,4%. Теперь мы просто делаем вывод, за кем перспектива. То есть Европейский Союз и причем это еще надо брать во внимание, что с 1992 по 2012 и 2015 Европа очень активно участвовала в разграблении постсоветского пространства, чем таким образом компенсировала и стимулировала свое развитие экономики. Мы видим, что сейчас происходит с европейской экономикой. Прогнозы по Германии падения валового внутреннего продукта по итогам 2024 года, то же самое, что было в 2023 году, а гособлигации Франции торгуются ниже гособлигации Испании. Это на секундочку страны, базовые страны, которые одна является энергетической базой Европейского Союза, Франция, через свою атомную энергетику, другая экономическая, Германия, через свое производство. Поэтому давайте вот дальше, допустим, простой пример, да, мировая торговля, это же важно цифры, потому что это не лозунги, это не нарративы, это живые, сухие цифры, где любой белорус, израилетянин, русский, молдаванин, украинец, может взять, вот Юрий и Сергей ведут беседу, а дай-ка я проверю, насколько они честны и корректны, являются ли они пропагандистами, или все-таки они несут информативную часть, да, у нас есть доля мировой торговли, она равняется по итогам 2023 года 48,15 триллионов долларов, доля БРИКС, на секундочку, 10,4 триллиона долларов, это 21,6 мировой торговли, выше только Европейский Союз, где 14,3 процента от мировой торговли, что равняется 29,7 процента, но это по итогам 2023 года, по итогам 2024, доля Европы, в мировом, Европейского Союза, в мировой торговле, снизится по нашим оценкам 23-25 процентов, а БРИКС вырастет, а БРИКС с 21,6 до 23,5, таким образом произойдет паритет между Европейским Союзом и странами-членами БРИКСа, таким образом задаем простой логичный вопрос, а неужели это не является прямой альтернативой в Евразийском регионе Европейскому Союзу, больше того, есть такая организация USMK, это Соединенные Штаты Америки, Мексика, Канада, казалось бы, монстры, Канада, США и так далее, их объем в мировой торговле это всего 7,6 триллиона долларов или 15,7 процента, АСИАН, это огромная организация, где она всего 3,5 триллиона долларов, 7,4 процента, вот и давайте посмотрим, является ли БРИКС альтернативой или нет, это живая альтернатива в цифрах, или это нарративы там Путина, Норрендра Моди, Сиджин Пиня, Сергей, не случайно же, ну, если так образно говорить, очередь стоит из государств, желающих вступить в эту организацию, над этой организацией надо очень много работать, чтобы она в полную силу, скажем так, заявила обо всем том, что ей сейчас пророчат, вот, но, если, если этим заниматься, то это, безусловно, это, ну, как минимум новый центр силы. Знаете, я бы даже сказал вам по-другому, это новая площадка решения глобальных вопросов, мирных путем, без доминирования и навязывания исключительно субъективного мнения одного центра силы. Там, как минимум, сидят три гиганта, Индия, Китай, Россия. Китай, безусловно, промышленный центр мира, ну, никто не будет спорить. Индия обладает и промышленным протенциалом, и демографическим очень большим, и есть Россия, которая всегда является таким духовным центром что-то вроде тех, кто не дает перейти красные линии, не дает захватить мир и использовать ее в исключительно своих меркантильных целях тому или иному центру. В 19-м столетии это была Франция, в 20-м это была Германия под управлением санглосаксов, которую наузкивали и пытались перенаправить как русло реки разрушающий, ее пытались направить на Советский Союз, поскольку все понимали, что Иосиф Сталин никогда не допустит однополярного мира. Именно поэтому до 1953 года Соединенные Штаты не чувствовали себя так уверенно. Это уже с смертью Сталина они крылья расправили, когда пришли всякие, я бы даже сказал, исторические манпурты, потому что те бомбы, что заложил Хрущев, на сегодняшний момент расхлебывают потомки тех, кто жил, потомки победителей Великой Отечественной войны. Это и тот же Крым, это и тот же Севастополь, это и многие другие вещи, которые стали бомбой замедленного действия. И, дается мне, не без советов надо отдать должное. На тот момент глобальный Запад, его политический класс, эксперты, были все-таки мастодонты. Они закладывали программу на десятилетие. Они играли в долгу, играли в фундаментальную игру. Мне кажется, главные вызовы нас, тех, кто стоит по другую сторону глобального Запада, это пора задуматься о новых смыслах, потому что если мы и дальше будем идти в смыслах Запада, мы обречены на поражение. Мы уже видели победу в Великой Отечественной войне. Мы как бы победили, а в 91-м году мы проиграли то, что нам оставили наши деды. И вот из этого надо извлекать уроки и нужно создавать прежде всего свои центры смыслов. Вот как бы это ни казалось, все хотят экономику, все хотят деньги, все хотят рост валового внутреннего продукта. Вы знаете, если будут собственные смыслы, если будет своя философия, тогда появится и своя экономическая модель, и своя политическая модель, и своя модель многополярного мира, причем не на уровне лозунгов и политических деклараций, а на уровне фундаментальных трудов, для того, чтобы никто не мог интерпретировать это в том виде, в котором им надо. Я приведу простой пример, чтобы не быть голословным. Русский мир никто не дал фундаментальную четкую работу, что и закладывали в это. Что стало русским миром? Русский мир превратился в главную пропагандистскую страшилку глобального Запада, вокруг которого строят целые революции, государственные перевороты. и это именно недостаток смыслов. Нарративы создали, а смыслами не наполнили. Не смогли материализовать, не смогли переложить на бумагу в научные труды и пустить это в мир для изучения, чтобы сделать это темой дискуссии. Сначала экспертов, потом медиапространство, потом блогер сферы, а надо отдать должное, блогосфера на сегодняшний момент за ним заменяет традиционные СМИ и зачастую является более влиятельной, чем традиционные СМИ, как минимум влияние на настроение огромных масс общественности. Плюс вернуть быстро к референдуму в Молдове, это был референдум без альтернативы. Никто не проводил серьезную работу, включая те, кто называется ни у кого не нашлось такого стержня, чтобы прийти и сказать, а мы требуем внести не дальнее, а где вы видите будущее республики Молдовы? В Европейском Союзе или, допустим, БРИКС? Понимаете? Ну вот, раз вы уже об этом заговорили, как раз перед 20 октября были опубликованы интересные данные социсследования по поводу популярности иностранных политиков в Молдове, и там Лукашенко и Путин держат уверенное лидерство, третий если я не ошибаюсь действующий президент, заканчивающий свой уже президентский срок президент Румынии, ну и дальше по нисходящей, в общем-то. Но Путин и Лукашенко, Лукашенко Путин, вот они скажем, самые популярные иностранные политики у Молдаван. И вместе с тем, и тут действительно на этом фоне выглядит очень странным о Молдаване так за евроинтеграцию, хотя им нравится Лукашенко и Путин. Пазл не складывается. Смотрите, во-первых, это наша не первая встреча и интервью, за что вам огромное спасибо. Вы один из людей, кому идут с большим удовольствием. Правда. Если вы помните, у нас была такая беседа о том, что мы выходцы славянской цивилизации, у нас все базируется на личности. Так было всегда. Мы не корпоративного устройства. Есть запрос на личность и есть полное отсутствие предложения личности. Вот почему присутствие Путина и Лукашенко является абсолютно логичным. Это лишнее подтверждение нашей славянской, а не западной идентичности. И те, кто сохранили способность к критическому мышлению, уверен, поймут, о чем я говорю. Теперь, что касается результатов референдума и результатов во втором туре. Как я и сказал, есть мандат на беспредел, который, посмотрите, высказали все, председатели Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен, Миллер, предсекретарь Белого дома, Блинкен, госсекретарь, министр иностранных дел. Значит, все европейские, я даже не знал, чуть-чуть, секунду юмора, я даже не знал, что результаты молдавского референдума обладают медикаментозным свойством и могут лечить кишечно-желудочный тракт. Тут вышел министр иностранных дел Германии, которую все знают, как не самого умного, интеллектуально развитого европейского политика, и заявила о том, что после того, как она увидела результаты референдума в Молдове, она почувствовала облегчение. Ну вот мы смеемся все, что оказывается наш референдум имеет лечебные свойства для европейских бюрократов. Нужно понимать, что мы находимся в тотальном, под тотальным контролем глобального Запада. Независимо от того, кто и сколько людей, как бы не проголосовали за референдум, его результат был известен еще задолго до его начала. Для меня это было ясно, как дважды два-четыре. Точно так же я уверен и с выборами президента. Им нужна Молдова, которая должна быть задействована в торговле по завершению украинского конфликта. И они не отдадут ее просто так. И нужно понимать, что если глобальный Запад полностью оккупировал эту страну и через своих кураторов, и через резидентов разведки, и через свои НПО и так далее, то глобальный Восток практически никак не присутствует. И его влияние на политическую, общественную, социальную жизнь Республики Молдова, поверьте, она скорее стремится к нулю, чем к единице. Поэтому не нужно. Мы пытаемся, обсуждая результаты референдума, мы практически утверждаем в том, что они были корректны и честны. Я же утверждаю, что они никакого отношения ни к корректности, ни к честности не имели. По одной простой причине, они настолько мерзко использовали административный ресурс, практически задолго до начала предвыборной кампании, а это и кампания по референдуму, все государственные учреждения, все телевидения, все средства массовой информации занимались незаконным продвижением идеологии или идеи этого референдума. Причем нужно понимать с нарушением всех законов избирательного кодекса, правил проведения референдума задолго до начала старта агитации и так далее. Поэтому я не смотрю на его результаты в процентах и в голосах. Для меня понятно, что тот результат, который должен был быть получен, был бы получен любым путем. Именно поэтому подсчет голосов за рубежом осуществлялся глубокой поздней ночью, а местные голоса быстро почитали еще до 12 ночи, предъявили дальше идите спать спокойно. Знаете, как после этого этапа не побеждали сторонники евроинтеграции, но о том, как раз таки после подсчета голосов вот этих поздних участков, в том числе и в Америке, в Канаде, где там еще вот как раз появился этот перевес. Для меня я ложился спать, я не ждал. Я жду результатов в Америке, я буду, знаю, что я 5 ноября спать не буду и так далее. Я не ждал результатов по референдуму, он для меня был известен. Как только я увидел формулировку вопроса, они же по сути что сделали? Тот беспредел, который будет твориться под эгидой европейской интеграции, они все ответственно за этот беспредел переложили на граждан. Ну вы выбрали, ребят, а теперь не задавайте вопрос. Вопрос надо было задавать кто-то в ухо. Вы правильно отметили. А что за изменения в Конституции? В какой конкретном направлении? В каких статьях? Ничего. То есть практически им отдали мандат. Под эту марку можно Конституцию полностью переписать, на самом деле. Вы знаете, что мне это напоминает? Мы с вами все-таки люди читающего поколения и Александра Дюма мы читали и зачитывались в юности. Помните, кардинал Ришелье выдал Леди Винтер такую грамоту, которую грамот предъявитель всего, совершил все с моего позволения, по моей воле и во благо Франции. Вот приблизительно этот референдум можно переозвучить так, предъявительная партия власти совершила все это по моей воле и во благо глобального Запада. Молдовы здесь нет от слова совсем. Ни ее интересов, ни его будущее, ни каких-то перспектив. Причем, обратите внимание, они обучивают сроки. 2030 год. Все здравомыслящие люди понимают, что это... Ну, я не хотел бы уходить на примитивный, но это не просто бред, это откровенная глупость. Причем мандат президента длится с 2024 по 2028. То есть она никакой ответственности, или он, или она, никакой ответственности за все это нести не будет. А там, где 2030, там и 2040, и 2050. Правда, одно радует, что после 2026 этот регион будет уже отдан в результате большого передела мира в новые центры. И результат всех этих референдумов, и всей этой имитацией борьбы, он не будет представлять никакого значения по большому счету. Поэтому я отношусь к этому очень спокойно и без эмоций каких. То есть до 2026 года, вы считаете, закончится все и на территории Украины в том числе? Я думаю, что на территории Украины, и это не только... Я еще полтора года назад давал, что 3-4 квартал 2024 года это тот период, когда эксперты и разведка начнет обсуждать условия, выполнение которых является необходимым для начала мирных переговоров между Западом и Россией. Насколько мы видим по косвенным данным, эти переговоры действительно идут. И даже пикировки в публичной сфере есть между Россией, Китаем, Индией, Англией и Соединенных Штатами Америки. То есть что-то просачивается. 2025, ну даже визит Остина на Украину. Многие эксперты, коим я прислушиваюсь на Западе, и тот же Джефф Рицак считает, что Остин приехал обсуждать остановку войны, поскольку Запад не обладает больше возможностями и потенциалом для ее поддержания в хотя бы вяло текущем моменте. А у Украины складывается огромная проблема с личным составом для конфликтации боевых частей для продолжения этого конфликта. Поэтому я считаю 25-й год после того, как придет новая администрация, то есть у нас 5 ноября выборы в США, потом идет период транзиции, это два месяца, когда временная администрация и уходящая администрация переходят там, получают там уровни доступа, доступ к государинам и так далее, и так далее. то есть это мы группа с вами во второй половине января уже увидим сформированную администрацию, администрация президента США, это по-нашему правительство, то есть у них администрация президента и правительство, оно вместе. Ну и соответственно, я глубоко убежден, если вы помните, во всех наших интервью, я говорил, что победа Трампа неизбежна, хотя на тот момент казалось это, ну так, мягко сказать, очень оптимистично, сейчас об этом говорят уже все, и говорят об этом и тот же Дракен Миллер, который для меня знаковое лицо, бывший управляющий директор Квантум компании инвестиционного фонда Джорджа Сороса, который говорит, что и финансовые и фондовые рынки готовы к приходу Дональда Трампа, об этом говорит и Шварцман, основатель Blackstone, из которой вышла компания BlackRock, отец Ларри Флинка, да, то есть говорят такие мастодонты транснациональных корпораций, а это означает, что они в принципе уже смирились с приходом и скорее всего, что даже их аналитики-эксперты объяснили, что удержание однополярного мира будет либо очень кровавым, либо очень дорогим, и на сегодняшний момент нужно отступить для того, чтобы перестроить войска и пойти в новую атаку, перегруппировать, поэтому я думаю, что Трамп придет, но тут из-за падения уровня западной экспертизы на всех уровнях экономической, политической, я считаю, что они не понимают, что происходит исторический слом, который ломает не последние 30 лет и не последние 20 лет в Братонбургской конференции, он ломает последние 500 лет, где было глобальное доминирование Запада над всем миром, и вот это мне кажется, они мне кажется, вернее, я думаю, что они даже отказываются рассматривать такую вероятность развития событий, и это очень сужает их горизонт, и не позволяет увидеть всю сложность и комплексность тех вопросов и процессов, которые происходят в мире, и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и на Африканском континенте, и в Латинской Америке, и в странах Калибрского бассейна, в общем, это настолько все комплексно, если по Латинской Америке я воздержусь, то по Ближнему Востоку, как человек, которым занимается много, я могу сказать, что в принципе Запад Ближний Восток потерял, это вопрос только времени, после формирования арабского государства Палестина, государство Израиль превратится в всего лишь среднестатистическое государство, которое больше не сможет использоваться в качестве плацдарма для дестабилизации Ближнего Востока, и тут появляется новый центр силы, это кроме Саудовской Аравии вдруг появились потомки Персидской империи, Иран, который вот-вот должны подписать с Российской Федерацией всеобъемлющее стратегическое соглашение, которое полностью изменит баланс сил в регионе, полностью. Соглашение очень много говорят и ждут его, и ждут его, как в России, так и в Иране, да и не только. Я бы так сказал, ждут и боятся. Кто-то ждет с хорошим, кто-то боится, потому что очень серьезно повлияет на, изменит картину мира, но должно, во всяком случае, ради этого и стремятся его подписать. Действительно, очень, да, сложное время живем. Сергей, желаю ли? Ну, интересно. Ну, конечно, интересно. Одно дело жить в эпоху перемен, вторую, в эпоху таких вот перемен. Но свято место пусто не бывает, это когда вот вы говорите о том, что 500-летнее владычество, скажем, вот этого вот маленького, маленького кусочка планеты, которую принято у нас называть западной, там, центральной Европой, что-то с ним происходит, скорее всего, заканчивается. И еще раз вернусь к Брикс. Ошибся немножко в формулировке. Это не центр силы и соглашусь с вами. Это площадка, где нет какого-то единого такого гегемона. А это место, где, да, наверное, это будет сложнее. Только в очень сложных процессах допустима выработка жизнеспособных к долгосрочным, долгосрочной перспективе решений. упрощение, примитивизм это на краткосрочное решение каких-то вопросов. Больше того, я скажу, меня поражает непонимание Запада смысла Брикс. Я не скажу, что Брикс станет краеугольным камнем, но для переходного периода Брикс является что-то таким маяком в океане мировой геополитики, который отражает или дает сигнал о возможности и наличии альтернативного пути развития человеческой цивилизации. Именно цивилизации. Это не вопрос Китая, Индии, Бразилии, России, Южной Африки и даже не Объединенных Арабских Эмиратах, Угипта и Эфиопии. Это разговор о человечестве. Это разговор о том, что глобальный Запад погряз в античеловеческой идеологии, в чайлдфри, в ЛГБТ, в разграблении своих колоний. Посмотрите, как только Францию отрезали от Буркина-Фасо, Мали и так далее, Франция вдруг оказалась без дешевого украденного урана, ее атомная энергетика, она как бы не исчезла, но она потеряла свою привлекательность и дешевизну. Германия оказалась без сырья и энергоресурсов с Востока со всеми своими технологиями, оказывается, проигрывает всем абсолютно, что Тесле, что Биду, да, из Китая. Ребят, неужели вы не понимаете, что Европа, а именно ее центры, такие, как Германия, такие, как Австро-Венгрия, без серьезных интеграционных процессов с Евразией, абсолютно недееспособны. Просто их экономики, их менталитет, ну, это напоминает сказку о каше из топора. Вот они искренне поверили, что из топора можно сварить кашу. Ну, вот они два года пытаются, но мы видим результат с вами, что оказывается, если не разжечь костер, не налить воды, и не насыпать крупы, а просто топор держать в чугуне, что пытаются сделать Анна-Лена Бербок и Эммануэль Макрон, то ничего не получается. Они столетиями привыкали к тому, что, чтобы держать весь мир за лохов, за рабов, за кого угодно, за папуасов, там, ну, каждый сам себе пусть придумает это определение, и нас в том числе, но мир говорит, все, стоп, так больше не будет, и не просто говорит, и начинает делать. Я надеюсь, что, несмотря на заявление при остановке расширения, мы сможем поздравить Республику Беларусь, что она войдет, очень на это надеюсь, по крайней мере, и станет полноправным членом БРИКС, это было бы очень неплохо. Ну, я думаю, что для Беларуси, в общем-то, здесь выбор определен, в всяком случае, руководство Беларуси стремится к вступлению в эту организацию, и я думаю, что даже если вот не прямо сейчас, то это вопрос короткого времени. Спасибо, Сергей, большое за этот разговор. В очередной раз признаюсь вам в том, что с вами очень интересно. Спасибо, с вами тоже всегда. Надеюсь, наши зрители разделяют мою эту оценку. Спасибо огромное. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok